Приветствую, друзья, меня зовут Александр Шульга, и сегодня у меня в гостях Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик. Геннадий Владимирович, спасибо, что вы с нами. Да, спасибо, что позвали. Александр, я приветствую вас и также всех, кто с нами в эфире. Наверное, давайте начнем, не можем не начать, с белгородского инцидента. Ну вот, по-вашему, от этого Россия, российская власть выиграла или проиграла? Потому что, с одной стороны, говорят, смотрите, уже бьют по центру Белгорода, с другой стороны, Россия говорит, нет, 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 это самовольно покинувший бомбоотсек снаряд упал и взорвался. Какая версия была бы выгодна России? Она может защитить свое население или страшные бандеровцы бомбят центр города Белгород? Да никакая версия России не выгодна. Бомбят плохо, ракеты отрываются, падают на жилой сектор, тоже плохо. Давно у Путина уже цукцванг, любой ход ухудшает ситуацию. Поэтому здесь ни одной версии в пользу России нет. Ну а что касается, это же не первый инцидент, то есть первый такого рода, но в целом, когда именно российская территория попадает под какой-то инцидент, выходящий из ряда вон, ну, например, там пробежки по Брянской области, да, русского добровольческого корпуса, какие-то беспилотники, которые падают или взрываются на нефтеперерабатывающих или иных предприятиях. Это уже ведь не вноверь для России. Вот насколько это играет за войну, я сказать, смотрите, напали на нас, и мы вам говорили, что они нападут, или против, что власти не могут защитить даже свои территории, какую же Украину там говорить? Мне сложно сказать за тех жителей, там, тоже Белгородской, Курской, там, может быть, и так далее областей. Я думаю, что безразличие, мне так кажется. Ну, типа, вот идет война, вот так оно и должно быть. То наша ракета упала, сорвалась, то их ракета прилетела, потому что идет война. Я думаю, что ощущают эмоции те, кто оказывается рядом с этими событиями. Кто видит пожар, взрыв, там, они начинают там ахать, охать, плакать и прочее. А так вот до этого безразличие. Привыкли. Привыкли, что идет война, привыкли, что могут ударить, привыкли, что время-то время человек прилетает. И мне кажется, что сейчас это не работает. Потому что, вот, сложно сказать, что происходит в России, происходит диаметрально противоположная вещь. Нарастает дебильность и ватность той части населения, которая была всегда дебильной и ватной. Вот она нарастает, я вижу. Тут один человек, который вычитал умный, прислал такую хрень, что я его вычеркнул из этого списка. Вот, хотя, честно говоря, удивлен, до какой степени маразму нужно дойти, насколько не нужно пользоваться мозгом. То есть, голова действительно у многих превратилась в просто место, которое нужно согревать фуражкой, не более того. Вот, а с другой стороны, в тех стратах общества, в тех слоях общества, где всегда ненавидели войну и Путина, происходят очень серьезные жесткие подвижки в эту сторону. И получается так, что две России существуют, а может даже больше. И каждая Россия идет своим путем. Одни в средневековье, в болото, в какой-то идиотизм, полные маразмы и мракобесия. А другие идут абсолютно, так сказать, в другую противоположную сторону к цивилизации. Вот эта вот особенность сегодняшней Российской Федерации, особенность политической и ее социальной ситуации, такого никогда не было. Я все время говорю, когда я со мной делал спорт, я говорю, ребят, в России всегда население было достаточно однородное. Почему я так говорю? Потому что протесты и недовольства, они были либо на таком уровне, на уровне кухонной, либо их не было вообще, то есть это было удел единиц. Ну или единиц, или десятков, или там каких-то, какого-то небольшого числа. Ну, давайте вспомним, там, диссидентское движение в России, оно было крайне малочисленным. С ними вороться не нужно было, потому что там была группа небольших людей, десятки людей, ну, может быть, по всей стране сотни, не более того. А все остальные там свято верили в торжество идей коммунизма и прочее, прочее, и в светлое завтра. Несмотря на то, что светлое завтра оборачивалось им кривым сегодня и, так сказать, ужасным позавчера. Ну и, собственно говоря, вот, был удел очень небольшого числа людей. Диссидентов было мало. А сейчас диссиденты десятки миллионов. А почему? А потому что 30 лет была, все-таки, там, демократия, условная демократия, относительная демократия, декоративная демократия, была относительная свобода слова. И это не могло не отразиться на мировоззрении миллионов. И вот такого раскола в обществе, как бы это правильно сказать, доктринального, идеологического, что ли, мировоззрительного, такого раскола в обществе в умах не было никогда. Ни в одном периоде истории России такого не было. И вот сейчас поэтому мы видим несколько Россий. Так вот, именно так. И я объяснить это могу только чисто гипотетически и теоретически. Потому что, на самом деле, практически крыша едет от попытки это осознать. Две России. Две России. Одна категорически за, другая категорически против. Да? Ну вот видите, Геннадий Владимирович, вы говорите про две России. Как минимум. Как минимум. Вот. А много говорят о том, что как минимум три именно большие группы. Зет-патриоты, либерально-демократические, там, прозападно, или пророссийские они тоже называют, чтобы Россия была здоровой страной. И молчаливое большинство, электоральное болото. Но это не третья Россия. Это не третья Россия. Это все одна и та же Россия. Вот они не хотят, не трогайте нас. Нет, нет, у них просто нет никакой позиции, они ждут. Болото существует в любом обществе, в любой стране. Оно больше и меньше в зависимости от там просвещенности, от дозонности, цивилизованности, исторической, политической практики и так далее. Две России, я вам правильно сказал. И эти два России, две России, это два полюса абсолютно диаметральные по мировоззрению на происходящее событие. Это, кстати, вероохреновый признак грядущей гражданской войны. Потому что между этими двумя Россиями пропасть. Мировоззренческая, идеологическая, понятийная, какая хотите. И нагнетающаяся взаимная ненависть друг к другу. Плохая ситуация, плохая. Почему я спрашиваю о третьей России? О третьей России забудьте, она ни на что не влияет. Да, ну хорошо, давайте так. Вот какая из них победит, давайте по-другому переформулируем. Ну и примкнет вот это вот молчащее. Да, большинство. И вот здесь вопрос вот к этому большинству. А не факт, что большинство. Я вот тут с вами не соглашусь. Раньше, может, оно и было большинство. А вот сейчас я бы примерно так и прогрессировал. Треть за, треть против. Сколько? И 40% посредине. То есть 60% имеет гражданскую позицию. А 40% нет. То есть большинство все-таки имеет. Война, она поляризует. Она заставляет ее иметь позицию. Хочешь, не хочешь, на тебя там что-то, так сказать, свалится. Какие-то проблемы, которые должны как реагировать. Отмолчаться сложно. Все сложнее и сложнее отмолчаться. Все сложнее и сложнее не реагировать на то, что происходит. Все сложнее и сложнее не участвовать в том, чем тебя заставляет участвовать. Ну, как говорится, были у ребятовне политики. А теперь политика за вами пришла. И вот теперь опять. А вы теперь уже по полной программе в политике, только в той политике, которая превратит вас в дерьмо. Ну, сами вы, собственно говоря, этого и ждали, когда придет к вам политика дерьмовая. И обратит вас в то, во что вы сейчас из себя будете представлять. Поэтому, да, вот такая ситуация, которая вообще во всех различных странах называется предтечей гражданской войны. Ну, те, кто за и те, кто против, да, они, ну, условно, вот вы говорите, треть и там треть. А все равно они должны вот 50+, да, чтобы быть большинством. Вот, собственно, за это я говорю. Не обязательно. У нас же Россия не является демократической страной. Там вообще не нужно большинство. Там нужна сила. Власть удерживается силой. Она не опирается, она может вообще на меньшинство опираться. Она на самом деле не опирается на большинство. Власть не бывает безадресной. Власть всегда в чьих-то интересах. Нынешняя власть в интересах ворующей, на натурной бюрократии. Все. Власть ей нужна для удержания власти и сохранения своего не только политического господства, а, как правило, как средства обогащения, гиперобогащения. Ограбления страны, ее ресурсов, народа и так далее. Поэтому, конечно, власть в России в интересах очень небольшого меньшинства. Но это меньшинство опирается на поддержку. За счет вот этой великодержавной шизофрении и военной истерики, военной психоза, опирается на поддержку еще примерно третьей. Вот она как устроена политическая система России. Что касается прозрения, изменения своего мнения или хотя бы его приобретения этого мнения, что на это влияет, кроме, например, возможности того, что тебя призовут или кого-то из твоих родственников или близких или друзей? Экономическое ухудшение. Вот сразу вопрос, я, позвольте, продолжу, закончу вопрос. Недавно, буквально на этой неделе, Осечкин из «ГУЛАГУ.нет» опубликовал вот эти два интервью, где там просто волосы дыбом стоют, о чем признаются вот эти бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». Это может повлиять на россиянина рядового, мол, что мы творим, или же нет? Нет, он будет говорить, что это все ерунда, это враги, этого быть не может, потому что мы не такие. И я вообще не хочу это слушать, это все, так сказать, придумал Черчилль в 18-м году, как когда-то первый Сотский. Вот. И это, ну, на каких-то наиболее смыслевых, умных, что-то там еще не потерянных влияет, но это незначительное влияние. А вот, извиняюсь за выражение, знаете, что хорошо влияет? Публичные упорка. Розгами. Очень хорошо. Даже, может, и не публичные. Но когда они получат по морге, на фронте или еще где-то, они сразу прозреют. Скажут, ёбар, срт, как же мы не видели, как хорошо на нас подержали роги. Розгами. А почему сразу не сняли штаны? Почему, какое вы имели право не снять штаны и не всыпать розгами, чтобы мы прозрели? Это вы во всем виноваты. Мы этого ничего не знали. Ну, вот через недоход, через город, дойдет через жопу. Извините за выражение. Но вам по-другому сказать невозможно. Замечательное слово, которое не только отражает, так сказать, место тела, но и комплекс мероприятий, состояние общества и так далее. Оно универсальное, это слово в русском языке. Поэтому вот, когда через это место дойдет что-то, они еще будут упрекать, что раньше их не всыпали, чтобы они не могли, почему так долго тянули, что они не прозрели, а прозрели только сейчас. Так оно и будет, посмотрите. Я не знаю, даже более от этого светло момента, но очень хочу. Но вы это точно увидите. Мы будем надеяться, что мы это все увидим, лучше раньше, чем позже. Я надеюсь, что мы в этом году их тоже увидим. По крайней мере, частичное прозрение, частичное осознание. Да, но тут вот есть и обратные процессы. Хотелось бы говорить о Z-патриотах и процессах, ну вот, наверное, они это сами называют объединение, консолидация. Ну, мол, не так война идет, плохо воюем, не все стали на военные рельсы. Как-то вот кучно пошло. То стрелков там вокруг себя очередной раз пытаются там объединить таких мыслителей, как Губарев и прочих. То вот сегодня буквально прекрасное событие, офицерское собрание выдвигает кандидата на пост президента России Ивана Отраковского. Там, в этом офицерском собрании всем известный господин Квачков. Ну, то есть, вот какие-то бурления масс в Z-патриотическом движении есть. Вы видите опасность в том, что кто-то их может, несмотря на все вот какие-то диалогические разницы и какие-то, может быть, даже споры, все равно их может объединить и вот эти вот 20-30 процентов за собой повести? Ну, гипотетически это возможно. Гипотетически мы такую опасность со счетов не списываем. Мы только понимаем, что это будет очень короткий, правда, опасный за разный период. Если такие люди придут к власти в России, на вот обломках самовластия, на вот этом, на руинах путинизма, это может произойти. Но эти люди не способны ничего удержать, никакую власть, не способны ничего сделать, потому что за ним нет никаких ресурсов. Ни финансовых, ни технологических, ни политических, ни международных. Это люди, которые маргиналы, по сути дела. Они, по сути дела, маргиналы, то есть это такая часть, которая ни на что не способна, кроме того, чтобы разрушать. Но не могут некоторое время править Россию в случае в самом плохом варианте. Это будет недолго. Ну, хотя, конечно, допускать этого нельзя, потому что в этот момент Россия станет смертельно опасной для всей цивилизации страной. И там, может быть, произойдет распад, не тот, о котором некоторые, так сказать, не очень понимающие ситуации, товарищи мечтают, когда там Россия перестанет быть империей в силу территориального распада. Наоборот, произойдет распад на отдельные отмороженные государства с безумными вождями во главе. То есть из одной большой диктатуры образуются 10 или там 7 озверелых маленьких вооруженных ядерным оружием. Есть такой вариант, крайне негативный сценарий. Мы надеемся, что он не произойдет, никто не позволит этого сделать в России. Надеемся. Но исключать этого нельзя. И поэтому, конечно, эти отмороженные люди защищают сейчас себя, свою школу, свое представление о мире. Понимаете, я только что сейчас объяснял с французами, мы общались. Я говорю, они говорят, а почему эти люди не меняют свою точку зрения? Я говорю, они не могут поменять. Они тогда с ума сойдут. У них разрушится мозг, мораль, нравственность, психика. Все, потому что они, окажется, что они всю жизнь поклонялись какому-то там полену, которому даже Папа Карл бы побрезлил. А они поклонялись не какому-то божеству, а просто полену. Вот вы избрали какую-то там чурку какую-то, на нее молятся. И потом, когда я сказал, ребята, да вы что, эта чурка, вот мы ее из огня достали, она там вчера в кастре отлела. Они жарили, так сказать, там шашлык какой-нибудь. Они сказали, да что, да как, да вы как, как мы могли. Да это даже вообще все, значит, она жире зря прошла. И вот эта вот невозможность восприятия действительности, какой она есть, это ключевой фактор вот этого зэдмышления. Они же не хотят говорить языком разума. Все, это вера, это секта. Это зэд-секта, которая отставит свое право на свое убеждение, что они во всем правы. Все остальные кругом под лицемерзатцы негодяи, всякие геи, нацисты и так далее, которые рвутся к их богатствам, которых они отродясь не видели. Каким богатством может быть там у этой отмороженной бабки, которая, короче, четырех сыновей послала на фронты, и еще нарожаешься. Кого она там может нарожать? Это другой вопрос. Вот что ей можно объяснить? Это всего, у нее там произойдет разрушение психики, она превратится в какое-нибудь там существо непонятное, но не человек. И вот эта вот проблема, они не могут перестроить свое мышление на рациональный лад. Они будут свято веровать в свою правоту до последнего, пока, так сказать, их там обухом по голове не стукнет. И вот тогда, или вот эта система розыгрыша, когда они пройдут систему, скажут, почему же вы меня сразу не остановили? Почему мне дали так, что я так вот думала всю жизнь, что это я вот, а меня так же обманывали, как же горько, как же обидно и так далее. Там будет такое, там самоубийство будет немедленно среди ЗЭТ-ватт и вот этой вот убежденной. Там будут вешаться, стреляться. Да, 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 это все, к сожалению, нас ждет впереди. Контранаступление украинской армии, очередной жест доброй воли, который, мы надеемся, последует за этим. Насколько они опасны для режима? Потому что те же ЗЭТ-патриоты, да и много других экспертов говорят о том, что, ну вот, очередного жеста доброй воли кремлевский режим может не выдержать, затрещить все по швам. Вы имеете в виду, что добровольное отступление, что как жест доброй воли? Какое-нибудь добровольное отступление или же бегство, как это было в Харьковской области, или добровольное отступление, ну как добровольное, вынужденное отступление, но без особых боевых действий, как это было в Херсоне или около Киева. Ну да, я все время говорю, что человек добровольный покидает горячий дом. Да, вот насколько вы видите, что действительно это, ну, какую-то опасность? Потому что если мы говорим с вами о пассивности российского общества, ну и это объясняет, и ничего страшного не случится. Ну, это придет период накопления негатива, он все равно, конечно, разрушает их психику, вот это вот бодловатая часть населения все равно, конечно, влияет, но, конечно. Бьет по их морально-психологическому состоянию. Ну, выдержат или не выдержат очередной жест доброй воли, в кавычках, как мы его называем. Может и выдержат, а может и нет уже. Дело сейчас даже не в народе. Дело в том, что что будут делать вот эти взрочные путинские элитки, так называемые. Вот в них сейчас дело. С одной стороны, они самые отвратительные и мерзопакостные, потому что они являются бенефицарами режима. А с другой стороны, они могут быть единственной политической или какой-то реальной силой, которая поменяет власть в стране. И вот им их может быть, так сказать, исцеление, индульгенции, все что хотите. Вот я думаю, что Путину они точно не простят никаких поражений, поскольку все эти и сегодня их лишили будущего настоящего. А так еще и создадут им угрозу собственной жизни, свободы. Я думаю, что они им не простят ничего. И я думаю, что он это прекрасно, так же, как и я, хорошо понимает это все и чувствует своей собственной шкурой. Поэтому, может быть, сейчас бы не про народ. Народ ему, как говорил один царь и дворец, Пипл все схавает. Это было очень давно, когда он сказал фразу. Но Пипл продолжает хавать. Вот она такая презрительная. Вот это вот мыдло. Что скажем, то они будут думать. Но, в общем, он, к сожалению, оказался в значительной степени прав. Пипл все продолжает хавать. Но элиты не пипл. А вот элиты не пипл. Им есть чего терять. Они очень много потеряли. Им есть к чему стремиться. А стремиться уже не к чему. Им есть что защищать. Свободу, жизнь хорошую, так сказать, условия и так далее. И тому подобное. Своих детей много. И прочее, прочее, прочее. Им лапшу на уши не повезет, что мы победили весь мир. Когда будет полное поражение. Или там практически полное. Вот тут разборка впереди. И мы это увидим. Я думаю, что мы это увидим. Не крах режима. Не какую-нибудь там потасовку всех против всех. Гражданскую войну. Когда там море крови будет литься непонятно по каким причинам. И кто за кого воюет. А вот, скорее всего, будет какой-то вот что-то такое. Серьезная разборка с Путиным. Я на это надеюсь. По крайней мере, я на это надеюсь. И она будет более безопасной для нас, с вами, для всего мира. Нежели вот коллапса режима, который он может провести каким угодно последствиям. В том числе самым непредсказуемым и самым опасным. Да, но какая альтернатива тогда? И какой результат этой разборки с Путиным? Смена власти. Переворот. Отстранение Путина от руля. Формирование новых переходного правительства. Начало переговоров, консультации с Западом. Проведение демократических реформ. Движение по демократизации страны. С гарантиями для этой части элиты. Которая потом потихонечку отойдет от СНГ. Ну, в какой-то степени допустим. Хаоса и войны в стране. За это они получат индульгенцию по многим своим преступлениям. Условный Пригожин. Условный какой-нибудь... Ну, Пригожин может получить гарантию личной безопасности в обмен на сдачу Путина. Ну, если сдаст его в Гавру. Вот есть первый круг, который может получить гарантию личной безопасности. Это все, кто окружает Путина. Начиная от Шойгу, всяких там Лавровых. Ну, у них может возможности меньше там Герасимовых. Герасимовых там, кто у них там еще Патрушевых и так далее. Вот этот вот первый круг может сдать Путина и получить гарантию личной безопасности. Легко. Мир пойдет на это. Сто процентов. Никто никого не будет за это осуждать. Поверьте мир. Второй круг уже должен свергать, отстранять. Он должен это делать при поддержке части славяков, части спецслужб, части полиции, части кого-то еще. Наверное, предварительно получив консультации. И гарантии от Запада. Они могут получить гарантии личной безопасности. Они могут получить в этом смысле какие-то гарантии участия в каких-то переходах в процессах. Может быть, гарантии каких-то сохранения активов и так далее. Убежищ, так сказать, и прочих. Семьи и так далее. Это у них есть такой шанс. Есть вот. Ну, а вариант, когда придут миллионы и массы будут свергать Путина, это другой вариант. Тут уже никаких никому гарантий, никаких сохранностей, ничего уже быть не может. Там как пойдет, там как карты. Кто там, кого быстрее. Ну, это сценарий будущего. Мы очень на них надеемся, конечно. Но давайте про сегодняшний день. Вот на сегодняшний день обоснование этой войны, оно есть какое-то твердое. Потому что мы опросы проводим в России. А вы думаете, это нужно кому-то? Вот, это тоже еще один вопрос. А воюем для чего? Воюем? Воюем? Сейчас скажу в эфире, когда вся Украина обидится. Я могу объяснить психологию вот этого быдловатного, быдловатного части населения. А чего они? Мы думали, что мы вместе один народ, братья. А они чего? Они к нам развернулись с задницей. Они там в Европах. Они нас предали. Киев, городок, Киев. Матерь русских городов. Обида? Обидно? Обидно. Поэтому давайте-ка мы их вернем в луна церкви. Давайте-ка мы их вернем в общую орбиту. А кто-то не понимает, так сказать, будем выиграть. Вот примерно бытовая вот эта психология. Та, которая подвержена вот этой путинской всей пропаганде. Всей вот этой великодержанному шовинизму и так далее и тому подобное. Одни там запрещают русским языком разговаривать. Хотя там никто не запрещал. Они там вот закон о языке. Они там Пушкина запрещают. Ну, условно говоря. И все. И никакого там динозификация. Да ни слова такого сказать не могут без 15-минутной тренировки. Они не выговорят. Демилитаризация они выговорят. Да хрен там. Вот они вот на таком уровне. Мы были одним народом. Была великая держава. Какого хрена Украина по первому с Европы нас сдала, предала. Вот и все. Вот эта обидка, она достаточное основание, чтобы ехать, умирать? Нет, обидка, обидка это достаточное основание, чтобы путинская пропаганда попадала в цель. Понимаете? Путин работает на подсознание. Он не работает на сознание. Народа России, вот этой части, у него нет сознания. У него сумеречное сознание. Зато у него есть инстинкты, зато у него есть подсознание, зато у него есть внутренние обиды на все. На жизнь, на украинцев, которые там начали жить чуть ли не лучше. На все то, что происходит вокруг, на свои собственные проблемы, невзгоды. И вот эта обида, она уже танцовывается в этот алгоритм, который я вам сейчас сказал. А вот это укорененность. И никаких объяснений, ну, больше деноцификации, чего там еще. Там уже что угодно. Говорите, основа как бы рационала такая. К ней уже даже подлепить можно чего угодно. Да, Геннадий Владимирович, вот эта основа, которой апеллирует Путин. Вот насколько мы с вами от нее можем отойти, ну, допустим, после Путина. Ведь никто не гарантирует, если есть эта основа. Еще один какой-нибудь правитель приходит и опять начинает вот эту обиду, этот рессентимент снова использовать. Хоть только теперь уже использовать не только там распад Советского Союза, а и, например, проигрыш в войне против Украины. Понимаете, тут все зависит от того, если в России пройдет процесс демократизации, демократии не воюют. И любой правитель, который пойдет против принципов демократии, а то, что мы сейчас перечислили, прямо противоречен демократическим принципам в отношении стран, это невозможно присменяемой власти. Ведь почему в России это происходит? Потому что власть постоянно сменяемая. Потому что не существует механизмов регулярной смены власти. И власть для того, чтобы сохранить свое место, свою школу, свои возможности, гранди, там, управлять народом и страной, они придумывают различные доктрины, опираясь на вот эти темные подсознательные мотивы, на определенные части населения. Ведь они защищают свою власть. Путин власть свою защищает. Вот эти все его приспешники, военные преступники, сообщники и подельники, они защищают свою власть, свое право называться там избранными и так далее и тому подобное. Я имею в виду избранным богом, а не людьми. Это они там же чувствуют себя этим, Господу Богу подобными. Они же с ума сошли от богатства, от роскоши. Он сегодня там опубликовали, не знаю, фейк, не фейк, меню Путина. Я думаю, что он бы мог легко угостить всех царей там в прежних периодах. Они бы приехали обалдевшими от такого стола, который там у него чуть ли не каждый день. Вот поэтому, да, это вот несменяемость власти приводит ко всем этим агрессиям, войнам. Потому что прекрасные средства удержания монополийной власти – это война. Прекрасные средства. Всегда находятся в народе низменные инстинкты, уничтожения, зависти, ненависти и так далее. Почему так легко приживается доктрина, жесточайшая доктрина? Какой-нибудь ГУЛАГ, какой-нибудь Пол-Кот с его безумными там этими красными хмерами. Какие-нибудь там политики геноцида какого-нибудь, короля Леопольда. Да и там можем вспомнить с вами в истории хренов тучи примеров, когда народ словно с ума сходится, звереет и превращается в какого-то безумного, так сказать, идиота, размахивающего дубиной направо и налево. Ну, возьмите Германию, цивилизованнейшую Германию, великую Германию, которую превратил в Ашон и ее превратил в Гитлер. Слава Богу, что у них это все продолжалось всего 12 лет. А в России это продолжается уже столетия минимум, если не больше. Вот поэтому, конечно, тут, естественно, правители... Панацея только одна – демократизация. Не будет демократизации России, ничего не будет. Найдется правитель, найдется какой-нибудь в будущем какой-нибудь стрелковый гирь, какой-нибудь там Пригожин, который скажет, «О, нас орунители, у нас все отняли, нас делали там рабами, мы там теперь такие-сякие, вставай, поднимайся, так сказать, на священную войну». Вот это о том, о чем я говорю, что мы на второй, на следующий круг, очередной, даже не второй, вот этот рессентимент мы снова... Ну, пожалуйста, без демократизации так оно не будет. А по поводу войны, начала войны. Вот на Медне у нас было интервью с Сергеем Алексашенко, и он не согласен с тезисом, что Путин начал что в 14-м, что вот полномасштабную в 22-м войну, чтобы, ну, перекрыть какие-то социально-экономические процессы негативные для своей власти, которые могли бы подорвать его легитимно. Дескать, и так все было более-менее... Не-не-не, я тут Сергеем... Я с Сергеем тут не согласен, мы с ним во многом сходимся, впадаем очень часто на с ним. Я к ним с глубоким уважением отношусь, и я считаю, что он один из умнейших людей, знающих. Вот мы с ним встретимся в Берлине и можем поспорить на эту тему. Но я совершенно точно убежден, что в 19-м году возможности манипулятивной демократии закончились. Вот попытки там манипуляциями различными, дискриминацией кандидатов и так далее, выигрывать выборы, добиваться результатов, пудать людям мозги через СМИ, они закончились. Я почему бы называю 19-й год, потому что в Москве был образован блок демократических кандидатов на выбор в московский парламент. Я был один из многих этих кандидатов. Мы бы все во своих кругах частую выиграли в партии власти. Я вам больше скажу, что если бы на нашем месте были какие-нибудь там симпатичные коты или там собачки, они бы тоже выиграли в партии власти. И понимая, что все, манипулятивные возможности удержания власти закончились, Кремль перешел на силовое подавление. Начали всех сажать и топтать, начали всех душить, начали всех преследовать. И власть перешла к силовому варианту развития событий. Но тут, когда ты начал применять силу, это как, извините, как в наркотике. Все время нужно повышать дозу. Все время нужно повышать градусы истерики. Все время надо повышать масштабы репрессии. Какое самое лучшее средство в этом варианте сделать власть свою, приподнять рейтинг и не думать о внутренних врагах и проблемах. Война. Война является универсальным средством разрешения вопросов о власти в любой диктатуре. Вот она и случилась. Причины внутренние. При внутренней российской основе главной причиной войны против Украины, России, это внутреполитические проблемы путинского режима. Он не мог ее никакими иными способами разрешать, кроме войны. Я не говорю, что война не может привести к обрушению. Она наверняка приведет к обрушению режима. Но они этого не понимают. Или не понимали. Вот. И поэтому война универсальные средства. Просто представьте, что если бы они... Им удалось добиться военной победы над Украиной. Просто представьте. Какая была бы эйфория в Кремле. Они бы крышу совсем снесли. Они чувствовали себя победителем всей вселенной. Каждый бы считал себя Александром Македонским в Кубе. Но этого не произошло. А если бы произошло, то они бы считали свою власть гарантированной. Гарантированной пожизненно, при жизни. Да еще там 20 лет после смерти. Они так и рассчитывали. Ну, они почему? У них пример Крыма. Оттяпали Крым. Отняли, так сказать, при пожаре у соседа Крым. И вот там... А народ подвижал. И сейчас там не беру. Почему там отдали Крым? Не отдали. Передали. Не передали. Это вообще уже сейчас не имеет никакого значения. Просто в сознании народа было, что это вроде несправедливо произошло. И когда там Крым вернулся, так называемый, как Путин сказал, в Россию. Там была какая-то эйфория вот этой вот не очень сильно образованной части населения. Которая считала, что вот их национальное достоинство было когда-то ущемлено. А теперь они его восстанавливают. Ну, был так называемый крымский консенсус. Тогда же большинство действительно было за Путина. За вот эту его победу в так называемой войне в Крымской. Вот поэтому вот они решили повторить этот опыт на всей Украине. Победить всю Украину. Привезти ее в новую русскую империю. И сказать, что на веки нерушимый Русь теперь соединился. Со своей исторической родиной. Но у них не получилось. Но война всегда является универсальным средством укрепления власти в любой диктатуре. Поэтому диктатура является основным источником военной угрозы, военной опасности, военных катастроф в мире. Если вы хотите, чтобы Украина больше никогда не сталкивалась с риском войны, Россию надо демократизировать. Это единственный способ и прием, который может дать нам стабильный долгий мир. Спокойные взаимоотношения, регулирование миром всех вопросов и нормальное восстановление отношений международными. Никакого другого способа рецепта я придумать не могу. В контексте выборов, вы сказали, выборы после 19-го нельзя было фальсифицировать, манипулировать. Да, уже ничего не помогало. Но вот сейчас, после того, как фактически все оппозиционеры или посажены, или выдавлены, остальные молчат, чуть что сразу дискредитация власти, армии, фейки, госизмена. 2024 год, да, выборы президента. Вот они будут привязываться к военным действиям или нет? Выборы Путина, давайте так скажем. Они будут привязываться? Конечно, они будут обязательно привязываться к военным действиям. Понятно, что выборов нет. Но это выбор концлагеря. Ну или там в какой-то терроризоне. Когда там назиратели с собаками обходят всех запов и говорят, вот тут тебе галентин, здесь тебе нужно поставить дуялочку. Если не поставишь, в самом лучшем случае мы тебе пайку отберем на неделю, а в самых лучшем за твоими собаками. Ну, что-то примерно вот это будет напоминать выборы Путина в России. Но ему важно что? Ему важно хотя бы минимальный, хотя бы карикатурный даже легитим. Я раньше ее называл декоративной легитимностью, а теперь ее называют карикатурной. Карикатурно-уродливая какая-то легитимность. Путин это любит. У них есть пунктик. Другой бы диктатор сказал, да пошли вы нафиг с вашими выборами. Я и так у вас луноподобный, солнцеликий и поворачивающий, так сказать, там реки вспят. И ни хрена никто, кроме меня. Поняли? Ну-ка, давайте все мести в своем гимн. Славься наш, так сказать, царь и прочее. И никаких разговоров. Попутин зачем-то ему еще нужны вот эти вот какие-то химеры буржуазной демократии, чтобы, а пусть меня еще и выберут. Вот эти вот барады согнанные, вот эти вот его заключенные, пусть они меня еще и выберут. Ну-ка, с командой теми. Пусть там цик спостят разнарядку, как им голосовать. Я не знаю, зачем это нужно. По-моему, он просто болен, неадекватен находится. Потому что назвать выборами в России то, что они пытаются сделать, это уже кощунство. Это даже не издевательство, а просто какое-то кощунство. Ну, то есть, по-вашему, они будут проводить выборы, чтобы эту картинку поддержать. Да, действительно, это интересно. Там ласка никому уже не нужна. Я не понимаю их, они тёпнуты. Она уже, эта картинка, никому не нужна. И уже никто не интересуется. Ни Европа, ни Америка. Никто в мире не интересуется. Все уже понимают, что там ласка уже опьяна. Им все равно нужен какой-то... Они уже, по-моему, у них уже какой-то пунктик выбора ради выборов. Ради вот этой какой-то там... А вот нас, народ... Зачем? Для чего? Ребята, напишите себе 146%. Вам же Чуров проложил дорогу. Великий Чуров сказал, 146% людей проголосовало на выборы. Чё не надо ещё? 146% берём за основу цифру. Вперёд. За Путина. Путина поддержит 146% россиян. Его политическую партию поддержит 146% россиян. За новый состав парламента, ну, по-моему, или там проголосовало там в будущем, 146%. Чё, какие проблемы? Ну, 246 напишите. 346. Да какая разница-то? Уже никому это не надо, кроме вас. Да, но этот подход легистов, да, что всё-таки должно быть всё вот как бы... Вроде бы как в рамках закона. Это подход какого-то мелкого клерка, который чёртнулся на бумажках и резолюциях. Ладно, на бумажках. Помните, там у Чехова вот эта шинель, там вот, когда там с ума сходили? Акакий Акакевич, да. Акакий Акакевич, да, который чёртнулся на этих цифрах, бумажках, так сказать, резолюциях, скрепочках, папочках. Что-то такое. Из этой оперы. Я вообще не понимаю, зачем вы его. Сказали, война. Верховный главный командующий не заменил. Он будет, наверное, ходить по жизни. Ещё два срока из гроба. Все сказали, да, конечно, поддерживаем нас всегда. Мы мечтали о том, что нами управлял главнокомандующий прямо из мавзолея и лиза в гробу. Проведите ему туда две кнопки. Да, но включить и выключить. Но очевидно, что даже по его логике, вот этого Акакия Владимировича, нужно тогда, проводятся эти выборы, он опять выбирается. Но берём плохой сценарий, он и дальше президент. Вот проходит очередной срок, там, 2028 или 20... Не будет ли никакого очередного срока? Ну, прекратите. Ну, нет у неё никакого очередного срока. Вот это один срок, следующий срок, или там уже можно... Нет, нет, я имею в виду, что там он может нарисовать себе 140-40, но не в этом дело. Дело в том, что у неё времени больше нет. Конец-то близок. Я так думаю, что конец близок. Нет, я знаю, по сомистическим взгляд, я знаю, что там люди говорят, что нет, Путин заморозит страну, он приведёт её к корейскому варианту, там на много-намного лет, и потом там эта страна замкнётся, она превратилась в какой-то островок там маразма и средневековья. Я в это не верю. Да, я понимаю, что это вопрос веры. Но я в это не верю, потому что путинская элита не захочет так жить. Может, Путин так захочет. Может быть, бараноподобное население захочет так жить, часть этого населения, подчёркиваю. 30-40 миллионов не трошу. Это нормальные люди. Я не взрослым населением. 110 миллионов, 30-40 миллионов я бы не трогал. Это люди вполне достойные, приличные, всё понимающие. С остальными там сложнее. Вот. Люди захотят, там ещё кто-то. Ну, в смысле, готовы будут, терпилами будут. А элиты не захотят. Я скажу, слушай, ты чё, Володь, ты мы из Парижа не вылезали, из итальянских, так сказать, там в итальянских вилах, в итальянских там все купались на побережье. Мы там ездили, как себе, домой в Австрию, в Вену, наслаждались, так сказать, там их красотами. Мы там летали в Лондон, проводили, так сказать, свои отпуска в Майами. Ты чё теперь нас куда загал? В Абу-Даби мы теперь только больше никуда. Строго в Абу-Даби и назад, или куда там. В Крым даже уже нельзя. Да в Сочи мы тоже не рискнем. Ты чё сделал-то? И куда нам? В Китай же загонять, или куда? В Северную Корею может ты нас посылать? Мы не поедем. Чё, мы чё, окнуты? Вот. И они будут с ним разбираться. Я не верю, что они его долго будут ждать. Годы. Но не верю, что они годы будут ждать. Конечно, нет. Ну, как-то жизнь-то одна. У вас бы было там сейчас всё для жизни. Вообще, чтобы деньги не читали. Вам бы было жалко терять жизнь, сидя рядом с каким-то упырём. Когда вы можете всё себе позволить в мире. Ну, просто представьте, что вы можете позволить себе всё, что только есть в мире. Интересного, хорошего, приятного и так далее. А вас держат каким-то там придурком, полудурком, который выжил из ума, и вы должны быть рядом с ним и проживать остаток своей жизни. Вам понравится такой вариант? Ну, то, что мы услышали у Пригожина и Фархада Ахметова в их вот этом разговоре с Литом, ну, вот это, конечно, ну, не то, что печально, симптоматично, что там вопрос... Давайте зрителям скажем, что это всё-таки Иосиф Пригожин, не Евгений. Да, не Евгений, не Евгений. А Иосиф – это продюсер, деятель культуры и продюсер своей жилой маверии. Да, ну вот жалко, конечно, что это не моральная там проблема, а как раз вот те, которые вы сказали, то есть, что плохо не то, что войну начал, что убил кучу народа, замучили там, сожгли и так далее, детей в том числе, а просто вот деньги не можно забрать. Геннадий Владимирович, спасибо вам, спасибо за это интересное тревню. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, был с нами. Друзья, обязательно поставьте лайк этому видео, это очень важно для нашей работы. Подпишитесь на Фабрику новостей. Спасибо, что смотрели. Меня зовут Александр Шульга. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok